Продолжение следует... Мы все устремляемся от нашего сегодняшнего состояния, абсолютно мелкого, низкого, порочного, ничтожного, пустого, к состоянию, которое абсолютно полное, совершенное, вечное. И человек подталкивается к тому состоянию ощущением бесполезности, пустоты, никчемности в этой жизни, в этом мире. И чем-то таким, что тянет его в будущее это состояние, как бы в будущий мир. То есть на следующую ступень. Он не должен при этом умирать своим телом, кончать свою жизнь. Нет. Он просто должен раскрыть эту новую ступень еще сейчас в этой жизни, сейчас в себе. Так вот, если мы будем, с одной стороны, понимать, для чего нам дано ощущение пустоты, для того, чтобы двигаться вперед, и будем пытаться разузнать, как же нам двигаться вперед, как же нам достичь этого хорошего состояния наполнения, абсолютности, совершенства, вечности, то есть внеограниченности, то... То... Об этом говорит наука Каббала. Мы к этому придем. Я единственное, что могу посоветовать во всех случаях жизни, только лишь открыть книгу или присутствовать на наших занятиях. И таким образом узнать, как быстрее привести себя к счастью. То есть Каббала, как это принято считать, не дает конкретные советы при каких-то проблемах, болезнях? Нет, ни в коем случае. Это наука Каббала в переводе означает «получать». То есть, как на самом деле наполниться? Потому что в нашем мире мы наполниться не умеем. И для этого существует целая наука наполнения. Потому что всего, что ждет человек, что он хочет вообще, он хочет наполниться. И не может. Потому что вот сейчас я хочу пить, я выпиваю, допустим, полстакана-стакан этого кофе, и я уже не хочу. То есть, наслаждение нейтрализовало мое желание, и у меня снова нет ощущения, что мне ничего-то хочется, и никакого наслаждения. Вот в этом и заключается это ощущение, как он говорит, пустоты. Значит, Каббала говорит о том, как я могу наполняться, и все время наполняясь, во-первых, бесконечно, безгранично, всегда, чтобы у меня была возможность наполняться. И это наполнение бы никуда не пропадало, я бы все время только рос, и все больше и больше наполнялся. Как это можно сделать? Вот такое ощущение безграничного, бесконечного, постоянного наполнения, все более и более, так сказать, расширяющегося, оно и ощущается в нас, как вечная жизнь. Вот до такого состояния надо дойти. И для этого есть целая наука. Потому что это не просто привести себя к такому состоянию, когда ты действительно раскрываешь себя, и раскрываешь то наполнение, которое есть вокруг тебя, и можешь постоянно его получать. Нет, понятно. А, допустим, есть какая-то конкретная, не знаю, болезнь, проблема с деньгами, человек не может заниматься, не может, это забивает его всю голову, не знаю, он не может на секунду освободиться от этих мыслей. Тогда он должен конкретно делать то, что надо в этой жизни. Значит, ему дается такое состояние, когда он сначала должен справиться с этими проблемами специально. И тогда он научится все-таки ценить то, что после этого ему дадут духовное восхождение. То есть вы как реалист, вы говорите, проблемы этого мира надо решать способами этого мира. Да. Но только в той мере, в которой это необходимо для существования в этом мире. Как только человек начинает перескакивать эту планку необходимого и достаточного, он уже вступает снова в противоположность природе и снова получает уже дополнительные всякие страдания. Продолжение следует...